как вырастить морковь уверена что у многих есть свой способ и если у вас все получается то не тратьте время на просмотр этого видео я хочу рассказать о нашем способе выращивания вообще-то про выращивание моркови уже есть видео на канале но опубликовано оно давно с тех пор прошло почти три года за три года мы внесли кое-какие изменения об этом конечно рассказывали но в разных видео информация получилась разбросанной поэтому я где-то повторюсь и где-то буду использовать уже опубликованные кадры при выращивании моркови мы исключили действия которые требуют трудозатрат перед севом моркови мы не перекапываем почву мы почти не пропалываем морковь мы не продергиваем не прореживаем всходы семена моркови это те семена которые хочешь не хочешь приходится покупать каждый год пересорт бывает да и качество семян оставляет желать лучшего мы 7 морковь два раза за сезон первый сев очень ранний 7 когда снег еще не весь растаял это морковь пойдет на летнее потребление и на консервы подмосковье съемка сделано 27 июля идет полная уборка урожая для раннего урожая 7 морковь с маленьким сроком вегетации начал уборки возможно уже на 60 65 день после появления всходов на пучок основной урожай на 80 85 день не нужно бояться что при возвратном похолодании семена не взойдут ведь всем известно что морковь можно сеять и под зиму второй раз 7 в конце мая бывает что и в начале июня эта морковь идет на зимнее хранение тут можно выбрать и средний и даже поздний срок созревания все зависит от того когда вы убираете урожай мы убираем поздно морковь стоит на грядке до последнего съемка сделана в самом самом конце октября попалась информация что морковь позднего срока созревания лучше храниться мы пробовали сеять вторым сроком лагуну разницы в хранении не заметили скорее всего тут больше всего зависит от того когда вы убираете морковь конечно если убирать в июле то хранится она будет хуже мы сеяли поздно а убирали в самом конце октября и хранилась она точно так же как и поздние сорта выращивание ранней и поздней моркови практически ничем не отличается поэтому в основном я буду рассказывать про раннюю морковь а где нужно вспомню и про позднюю раннюю морковь все им когда уже снег лежит только местами зима сдает свои права снег остался где-нибудь с северной стороны дома конечно лучше если остатки снега есть где-нибудь поближе к огороду снимаем прошлогоднюю мульчу снимаем полностью что тут важно мы выбираем место для моркови после той культуры где в прошлом году было много мульчи это может быть капуста могут быть кабачки или картошка у нас происходит ежегодно не только смена культуры не только севооборот но и смена мульчи кто не смотрел посмотрите пожалуйста это видео в нем все подробно и понятно видео по ссылке наверху жмите на ссылку земля еще не прогрелась ни о какой перекопке речь не идет здесь лед поэтому делаем насколько это возможно даже если это поздний сев мы все равно не перекапываем существует мнение что морковь не растет на суглинке не растет на тяжелой почве это не так данное видео снималось не потому что морковь без отбрасывания почвы не вытащить снималась чтобы показать зрителям как она растет ведь что происходит под землей снаружи не видно кроме того отбросив землю можно сделать хорошее фото как вы понимаете начав раскопки мы тоже заранее не знали как это будет выглядеть так что растет на суглинке прекрасно растет и без перекопки иначе мы бы и не сажали либо сажали другим способом бороздки можно сделать вот таким инструментом на наш взгляд это самое простое семечки моркови я себе по одной мне так удобней если такой вариант вас не устраивает то можно наклеить семена на туалетную бумагу зимой есть на это время можно купить семена на ленте уже готовый вариант но пишут в комментариях что всхожесть не очень можно купить семена в гранулах по одной такие семена раскладывать удобней и пишут что всхожесть неплохая тут выбор за вами присыпаем тонким слоем грунта можно из пакета можно взять грунт из теплиц без разницы после сева я посыпаю залой совсем немного буквально припудриваю но всю площадь грядки и новшество в посадке о котором не было сказано в предыдущем видео это штакетник который остался после замены забора пилим чтобы доски были одной длины раскладываем между рядами через доски сорняк не прорастает можно использовать картон но его нужно очень хорошо прижимать иначе он сдвигается и есть еще один недостаток картона покажу позже ширина штакетин оказалась не очень удачной всего 9 сантиметров тут бы гораздо лучше подошли какие-нибудь старые доски шириной 12 сантиметров тогда расстояние между досками было бы меньше но таких досок у нас под рукой не оказалось ширина между рядами моркови может быть от 15 до 18 сантиметров не нужно думать что это мало что не пройдут инструменты для прополки мы их использовать не будем далее мы засыпаем снегом трамбовать снег не нужно и не нужно делать горку посередине грядки из снега рассыпайте снег по всей площади равномерно досыпать снег позже тоже не нужно ставим маленькие низкие дуги бывает что воткнуть их в почву большая проблема далее мы укрываем снежный сугроб с панбондом в данном случае это не для тепла нам совсем не нужно чтобы снег быстрее растаял как это не покажется кому-нибудь странным под укрывным материалом снег тает не быстрее а наоборот медленней к чему и стремились в семенах моркови содержится эфирные масла поэтому морковь сходит долго если не положить снег то придется много поливать чтобы избавить семена от масла эту работу за нас делает снег когда морковь зашла то можно обнаружить еще один плюс использование досок между ряде поливать по доске удобно вода не размывает почву а вот если бы лежал картон то его бы коробила после каждого полью да и сырники запросто поднимают растрепанный картон этот плюс особенно заметен при июньской посадки моркови при июньской посадки снег мы положить уже не имеем возможности приходится поливать через день при июньской посадки тоже используем укрывной материал но тут другая причина укрывной материал дает тень и почва пересыхает медленней и это важно особенно для огородников выходного дня какие-то сырники все равно прорастают но тут я уже сказала ширина штакетника у нас не очень удачная а междурядье меньше 15 сантиметров лучше не делать ботве не хватит света когда морковь подросла мы снимаем доски из ухода остается совсем немного теперь мы мульчируем опилками слой опилок примерно три сантиметра полоть морковку уже будет не нужно так она будет расти до уборки лучший вариант это свежие сосновые опилки по моим наблюдениям они не только защищают почву но и очень здорово спасают от морковной мухи в 2020 году мы мульчировали дубовыми опилками и морковь и лук слой сделали 4-5 сантиметров на луке не было луковой мухи а вот на моркови каждая десятая была с мухой поливы при выращивании моркови если нет дождей то конечно нужно поливать сидеть и ждать что корнеплод уйдя на глубину сам найдет для себя воду конечно можно но не нужно есть вода поливайте раньше мы всегда поливали из шланга но не по ботве а между рядами сначала хорошо промачивали опилки они берут в себя очень много воды не забывайте об этом в 2020 году первый раз попробовали капельный полив морковку развалила в дождь стоит у нас капельный полив капли через 10 сантиметров поливаем как подсыхает на глаз выглядит так это трубки или что это капельная лента через 10 сантиметров и в каждом ряду лежит по ленте что тут мы можем увидеть желтого цвета это обычный шланг три четверти дюйма это капельная лента она продается стоит дешево отверстие в ленте через каждые 10 сантиметров лента лежит в каждом между ряде моркови и схема это шланг три четверти дюйма капельная лента отверстие в которой через каждые 10 сантиметров система собрана на коленке из того что было уголки тройники поступление воды самотеком бочка с водой поднята на высоту 1 метр капельный полив мы делали во второй половине лета в первой половине воды у нас и без поливов хватало делали когда морковь уже давно взошла а как вы наверное успели заметить ряды с морковью у нас расположены поперек грядки при использовании капельного полива ряды гораздо рациональнее было располагать вдоль грядки тогда количество тройников потребуется гораздо меньше соответственно будет меньше материальных затрат большой урожай перца что нужно знать результаты испытания 9 сортов помидоров самый урожайный сорт картофеля уника ужасное мульчирование опилками лука и моркови всем хороших урожаев с вами была наталья сморчкова канал и сайт в огороде про